Ребята, привет! Привет, друзья! С Новым Годом вас! В 2020-м, ребят! Красивая цифра 2020-м. Рады, ребят, вам сообщить, что мы сегодня запускаем по-трошки по-московски. Для вас сегодня приготовим. Так как отзывы на по-трошки по-московски набрали очень большое количество. Спасибо вам огромное. Реально взрыв прям комментариев был. Я просто читал, каждый второй писал по-трошки по-московски, по-трошки по-московски. Смотри, Лень, нам понадобится сердце. Куриное. Куриное. Охлажденную печень и желудки. Желудок мы, ребят, отварили уже заранее, чтобы не тратить время. Желудки просто, ребят, соленая вода. Кидайте, варите, пробуйте. Дошел уже до готовности, снимаете все. Там никаких секретов нет. А все остальное мы покажем. То есть предварительно надо отварить только желудки? Только желудки. А печень и сердца сразу на сковородку. Покажи, как сердца надо. Варить сердце можно и не разрезая, но жарить лучше его порезать вдоль сердца. Открываем. Здесь запекшаяся кровь есть. Не во всех, ребят, забейте. Вот у меня нету. Ну, значит нету, значит сюда, Лень. Дальше проверяем. Если есть запекшаяся кровь... Она легко отходит, да. Не во всех, опять же, повторюсь. Такой маленький сгусточек. Сгусто крови, да. У меня нет. Вот, они все чистые, в принципе. Если есть, вы его вынимаете и выбрасываете. Да. Теперь нам понадобится лук, Леонид. Обязательно лук. Мы будем с тобой использовать. Нож большой. Две большие луковицы нам понадобятся. Я так не могу, ребята. Да ты как можешь делай, Леонид. Я делаю правильно, но пока медленно. Вот этой половинки достаточно будет, Леонид. Все. Да. Руслан сказал, все, значит все. Да, этого нам достаточно будет. Все, запускаем наши сковородки, Леонид. Сразу две штуки, ребят. Это же горячее блюдо, закуска, да? Обязательно. Это горячее, полноценное, горячее блюдо, Леонид. Полноценное. Быстрое, ребята. И очень безвредное. Потому что тут нет никакого жилера, да, там какого-то... Ничего нет, да. Холестерина там какого-то сильного. Ну масло будет, правда. Просто масло и все. Но вообще запчасти, ты же знаешь, по мне вкуснее, чем мясо. В одну сковородку мы закидываем сердце и желудок, в другую сковородку у нас пойдет только печень. Почему? А я сейчас объясню процессы. Я всегда вместе все жарю. Она сворачивается. И если ты заметил, она такая вот, с нее выделяет, как катушки, что ли. Ну да, да. Сверну вот это, да, да. Чтобы не сворачивалось, чтобы она свернется на сковородке, а мы просто уже готовую закинем в другую. А, понятно. То есть у нее будет форма и не будет лишнего в ней ничего. Вот для этого нужно. Чтобы все не пачкалось этими катушками, все остальные. Лук ты испачкаешь печенью, все-все-все, катушками такими. Я понимаю, о чем ты говоришь. Чтобы это предотвратить Леонид, мы будем жарить все отдельно. Вот, смотри. Отлично. Печень пошла. Да, печень пошла. Это тоже Леонид. Сердца пошли. А это у нас готово. А это да, мы сейчас будем, когда сердце у нас подойдет немного, мы в желудок будем закидывать. Ребята, потому что желудки, если жарить, они будут очень-очень жесткие. Очень жесткие. Очень. Их надо варить подольше. И смотрите, ребят, не стараемся сразу мешать печень. Она должна с одной стороны прижариться, мы ее будем переворачивать, так она сохранится. Если мы будем постоянно мешать, она распоряется. Я тебя понял. Потому что куриная печень, она очень нежная. Не как вот... Горяша, баранья. Еще какая-то, да, правильно. Поэтому ее надо прижарить. Но по мне вот сердца, это самое вкусное вообще. Это очень вкусное. Ты знаешь, Леонид, вот эти все запчасти в сочетании в одном, когда они, они еще будут вкуснее. Ну, как-то очень у нас просто пока. Я пока... Ребята, мне Руслан не рассказывал. Он вообще обычно не рассказывает. Он покупает продукты сам, да? И я вижу только здесь. И этим вызвано мое удивление, над которым вы часто смеетесь. Но я реально не знаю, что он будет делать. Смотри, Леонид, как красиво получается. Слушай, получилось очень хорошо. И нету катышков, о которых мы говорили. Да, оно выйдет со временем. Сейчас оно чуть-чуть постоит, и оно что-то уже выделяется. И подается, как правило, на чугунной шипящей сковородке. Ну, у нас такой нет. Да, это было бы красиво. Да, мы сделаем на обычную подачу. Ну, мы все равно горячую подадим ее, правильно? Если, ребят, у вас есть такая сковородка чугунная, она идет с ножкой такая вот. Можно подавать прямо на ней. 250 грамм. Выход этого блюда, да, в порцию. 250 грамм. То есть, довольно-таки неплохое. Неплохое, это значительная порция, ребята. Четверть килограмм. Как куриный джиз-быст, правильно? Да, да, совершенно верно. Нам надо будет джиз-быст сделать. Дмитрий Михайлович, это любовь к субпродуктам пришла с возрастом? Печень я не очень любил. Я не понимал, зачем она. А сейчас, конечно, вот просто жить не могу без этого, если честно. Без чего я ем? Без запчастей, без субпродуктов. Я на самом деле, вот мясо чистое реже ем, чем какие-то субпродукты. А хоть что-нибудь из детства осталось? Вот то, что тогда не ел и сейчас субпродуктам. Цветная капуста. Не ешь. У меня... Я не ем. У меня с детства она вызывает спазм. Я вижу. Да ты что? Да. А что так? Я думал, что... Да по-всякому. И в супе, и так, и жареной, как хочешь. В сухарях там все это. Да, ребят, вы напишите, какие есть блюда у вас, которые вы так же не приемлете. У каждого есть, да. Я вот сейчас рассказал, многие, конечно, удивляют, скажут, ну ты что, болван что ли? Это же так вкусно, цветная капуста. Ребят, у меня реакция организма. Я не знаю почему. Странно, мне очень нравится. Большинству людей, особенно в яйце, знают, что они понированы. У меня из детства осталось только пенка на молоке. И вареный лук. Ну, это мы, да, у нас уже мы это обсуждали, да, там много всяких моментов. Но это общие. Всем не нравится, практически всем пенка на молоке. Всем не нравится вареный лук. А может быть есть какие-то общепринятые продукты, которые именно вам не нравятся. Немного прижариваем сердце и добавляем наш отварной желудок. Он готовый просто, чтобы смешалось. Да, ребята, еще одно. Печень ни в коем случае нельзя передержать. Оно должно быть мягкое внутри. Важное замечание, кстати, это сделал. Да, очень важно, потому что мы его доведем еще в основной сковородке. Здесь мы его просто прижариваем, чтобы обязательно у нас мягкое внутри было. Вот он нажимает, но оно мягкое прямо видно. А все-таки печень или печенка? Я так спрошу. Не знаю, печень, наверное, правильно. Нигде печенка не пишется, Дим. Везде печень. Если ты что-то покупаешь, печень. Печень говяжья. Печень куриная. Печень трески. Если была бы печенка, наверное, правильно, писали бы печенка. Вы думаете, ребят, печень или печенка все-таки? Где бы я ни работал, была печень. Так и в меню печень идет. Ну, может, ты просто в неправильных ресторанах работал. Ну, может быть, может быть. Там люди не знали просто, как называть. Шаву крутил со временем. Шаву крутил, да? Вот хотел как раз про Шаву ребят сказать. Вот, наверное, меня лично знают, лично у меня брали, да, Шаву? А все лично знают лучше тебя, на самом деле. Я, если ребят, честно, даже Шаву крутить не могу. Я ее в жизни никогда не делал. Вот так, если взять для них. На самом деле, да. Да, то есть я даже Шаву... Вы удивитесь, я лучше, чем Руслан, делаю Шаву. Потому что я этим занимался в 90-е годы. У меня были ларьки с Шавой. И я видел, как мастера работают. И я даже иногда пробовал, мне было интересно. То есть я больше, чем Руслан, даже понимаю в Шаве. Но он это не скрывает. Я никогда не готовил Шаву. Ну, никогда. Там есть своя специфика, между прочим. Так что вы не думайте. Видимо, по внешности, Леонид, я мастер Шаву. Лысый с бородой. Мастер. Мастер, да. Ну, не типичный Таджекил. Я в России не работал. Шаву не крутит. Да, вообще. Неправильный, Дима. Неправильный. 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 Все время нашего лука. Вся влага, ребят, у нас вышла. Здесь осталось столько масла. Самое время добавлять лук. Все. Обжариваем. Так. Лук должен у нас быть немного вот такого цвета, знаешь, прижариваем карамель. Подзолотиться немножко, да. Не в угле, чтобы он должен превратиться. Но он никак, чтобы он у нас не исчез. Его присутствие обязательно должно быть. Он не должен в кашу превратиться, да? Вот сейчас прижарится такого цвета карамель, мы его снимем. И, получается, добавим печень и блюдо у нас готово. А сейчас, Леонид, самое время резать зелень. Опять же, повторюсь, ребят, любой набор зелени, который вам нравится, мне нравится кинза. Мы в ресторане, в принципе, ее использовали. Петрушка, всю зелень, сразу. Укроп, почему нет? Укроп, да. Все, что нравится, ребят. И чеснок, Леонид. Нам обязательно нужен будет чеснок, вот. А мне понравилось, как Саша чеснок чистил. А, бил по нему, да? Вот кулаком, пирак сперху. Его можно кулаком, он уже высох, его можно в две чашки потрясти, он весь раскроется. Он уже время его. Там, смотрите, как Саша делал. Тебе сколько зубцов надо, примерно? Примерно четыре. Леонид Михайлович, ну, если по-честному, тебе хоть таксовать приходилось вообще? Что приходилось? Таксовать. Да. Вот, смотри. Такси работал, шаурму делали. Шаурму крутил, да. Он больше таджик, чем я. У меня были не очень простые периоды в жизни, я этого не скрою. У меня была четверка машина. Это было, ребят, наверное, начало девяностых, что ли? Нет, это вообще было, ну... Перестроечное время, да? Самое начало девяностых, когда я ушел с завода, где я работал, где платили какие-то копейки, да? Это прямо вот девяносто первое, девяносто второе. У меня была четверка вишневого цвета. Я бомбил. Тогда бомбили так, просто руку люди поднимали, и ты останавливался, и была дикая конкуренция. Мы там подрезали друг друга и так далее. На самом деле, получалось неплохо по тем временам, просто это очень тяжелая нервная работа. Во-первых, всякие уроды там, конечно, у тебя. В такси всегда пацана будет. Опасно, да. То денег не дадут там, да. Да, но ты же не будешь там здоровьем из-за этого своим там, да, рисковать, если тебе не дают бабок. Иногда наоборот хорошо. Ну, было. Наверное, несколько месяцев у меня было. Причем это зима была, так сейчас помню. На летней резине. На летней резине четверка была с багажником. Как настоящий таджик. Да. Вишневая четверка с оранжевым багажником у меня, с желтым была. Я ездил. Очень красиво, у нее были противотуманки дополнительно поставленные, я помню. А розочка на коробке передач не была? Нет, нет, нет. Не было уже? Нет, нет, уже не было. Наверное, наклейка Кобра была сзади. Нет. Тоже не было? Нет, нет. Ну, у тебя, значит, нехорошая четверка. У меня так себе, да. Наклейка была у него Шепы. А, Шепы, да? Или инвалид, да? А какие у вас были наклейки? Либо молдинги, либо какие-то там... Украшения какие-то. Украшения, да, розочка на коробке передач. В общем, тюнинг такой местный. Может быть, у вас шторки были на заднем стекле. Слушай, смотри, уже лук у тебя, да? Да, он уже почти готов. Чуть-чуть уже золотой. Даже не чуть-чуть, это нормально. Не чуть-чуть у нас уже почти готов. Слушайте, быстро, да? Теперь, Леонид, добавляем печень. Печень добавляем вот так вот. Все, аккуратно там оставляем все. Вот эти катушки, которые там... Да, катушки все это. Ну, грубо, это та кровь, которая... Печень это же орган, который генерирует кровь. Все, если мы закинем, просто у нас цвета нет, вот смотри, видишь? Да, да, да. Все мы оставили там. Как я повторялся, Леонид, лук у нас должен остаться. Он должен быть мягкий, красивого цвета. То есть это тоже идет как ингредиент, который нужно отдельно можно кушать. Да, да, да. Если еще дольше, то он смешается уже. Он смешается, да, его уже не будет. Он растворится. Да, да, мокрый уже будет. Поэтому он должен сохраниться и поменять цвет. Слушай, ну уже что, близко, близко счастье наше, да? Конечно, мы с тобой теперь убираем все, готовимся к подаче ленивки. Все убираем. Слушай, отлично. От души с горочкой положил, да. Мне нравится, что Руслан, он не жалеет. У него всегда еды столько, что ты ее не съешь. Как ты не утираешься? Я тоже согласен, кстати. У нас бригада всю неделю после съемки накормлена. Всегда накормлена, да. Тяжелое детство, ребят, тяжелое детство. Вот, глянь, нашу обогащенную зелень чесноком. Обогащенную, да. Обогащенную, да. А вот вы заметили, что любая еда 1 января вкуснее. Вообще любая еда. 1 января очень классно проснуться и шарить по столу и по холодильнику, что там осталось. Там все же осталось. И ты уже выбираешь реально, что съесть. Не обязательно. Вот такой бы мне кто 1 января сделал, утром я проснулся, а у меня такая шипящая сковородка. Пока горячая, я буду пробовать. Конечно, Леонид. Первое, я возьму печень. Что хочешь, Леонид, все готово. Хочу взять печень, но надо ее с ножом. Она большая. Офигительно всегда чеснок и кинза, да? Леонид, обязательно нужно с луком, Леонид. С луком? Да, потому что я его наверху закинул специально. Я лук сейчас возьму. Нежнейшийся печень. Я взял печень, лук сейчас подожду, немножко остынет, чтобы не гримасничать на камеру. Ребята, это прекрасно. Никогда не пережаривайте печень. Никогда. Это очень важно. Понравилось? Очень вкусно. Это идеальный вообще способ. Вообще, мне... Подружки по-московски. Да, мне вообще кажется, я в разных вариантах ее, но мне кажется, что это наилучший. Вариант приготовления потрохов, ребят. Попробуйте. И напишите, ребят. Мне очень важно ваше мнение об этом блюде, о его вкусе. Кто-то попробует, буду очень благодарен, ребят. Спасибо. Это просто вкусно. Никаких новых открытий здесь вы не делаете. Вы тратите минимум времени. Полчаса это если ты вообще первый раз в жизни встаешь, правильно? Здесь главное все не передержать, Леонид. В этом блюде. Чтобы лук сохранился, чтобы печень была мягкая. Не пережарить ее. По деньгам здесь единственное, что затратно немного, это сердце. Все остальное дешево. Печень и желудок. Да. Все относительно дорого-недорого, ребят. Посмотрите, сколько стоит мясо сейчас. Ну да, да. Мы видели оленину за 4 тысячи рублей. По сравнению с олениной, это вообще... Ну копейки стоит. Ну ты в массы его запускаешь, говорит, это блюдо? Запускаю. Благословляем. В народ. Очень вкусно, ребят. Обалденно. Делайте, не пожалеете. Спасибо тебе, шеф. С Новым вас годом. Счастья вам, здоровья, успехов в новом году, ребят. Чтоб все ваши начинания, все начинания получились. В том году не получились, дай бог, чтобы... Начинайте в этом. Да, дай бог, чтобы все получилось. Все будет отлично. Пока. Ребята, спасибо большое вам от души, от всего сердца. То, что вы комментируете. Я, кстати, уже когда комментарии читаю, много очень постоянных, активных у нас подписчиков. Это очень приятно. Я даже уже здороваюсь, да. Мне очень приятно. Мне уже не хватает, если бы тот или иной подписчик не написал. Как бы уже я, понимаешь, мне уже напрягается. Почему он не написал? Может, случилось что? Или не понравилось? У меня уже вырабатывается со временем, ребят. Вы меня уже приучили. Ну, это круто. Активными, потому что ролики с моим участием, да, ну, там по тысяче, по тысяче, пятьсот комментариев, ну, как бы уже привыкаешь к этому. И когда ты видишь где-то сто пятьдесят, это уже как-то для тебя удар. Что-то не так, да. Что-то не так, да, что-то не понравилось. Так что, ребят, продолжайте в том же духе. До полторы тысячи комментариев всем отвечу. Полторы тысячи отвечает. Да. Физически успевает. А там, ребят, все по совести, все по совести. По справедливости. Пишите, как вы считаете нужным. Лайки, ребят. Кому не нравится дизлайк, тоже примем с честью. Ну, что делать? Да, спасибо. Счастливо, ребят. Пока. Сейчас бы мы с собой накалили бы нашу чугунную сковорку. Ну, да, да. И вот когда ее выносят, знаешь, немного бульона добавляют для пара. Для пара. Это при подаче. Но он весь выкипает, пока не сок. Да, конечно, когда выносят, у тебя шипит, знаешь, тебе ставят ее. Ну, очень приятно. Очень приятная подача у него была. Это как, помнишь, мне принесли в этом, в Наби, в кафе, куда мы с японцем ходили. Да. В сковородку такую же там. Да, там все дымилось, шипело. Шипело, да. Вот, смотри, наверное, сейчас будем делать нашу подачу. Слушай, ну, нормально шипит, кстати, что? То, что надо. Пару. Пару.